На фоне непомерно растущих цен на газ и энергоносители, люди задумываются о том, как рационализировать потребление и сократить расходы. Некоторые говорят, что самый эффективный метод экономии электроэнергии – это классический метод, то есть отключение всех бытовых приборов, когда мы выходим из дома. Между тем, другие утверждают, что им приходится экономить вплоть до спичек. В этих условиях специалисты предлагают ряд рекомендаций, которые мы можем применять на практике ежедневно, чтобы минимизировать потребление электроэнергии. Цепное повышение цен доставляет молдаванам все больше хлопот. Люди вынуждены экономить столько, сколько могут, чтобы иметь возможность покрыть все расходы. Экономить приходится даже на самом элементарном. Вот, например, вышла из дома, отключила все электроприборы. Остается только холодильник, там все же еда хранится. В остальном вечером так же. Если на улице есть свет, в доме его не включаем. Ложимся спать, может, еще немного смотрим телевизор и снова его выключаем. Так что со светом не очень. Есть вот микроволновка, но я убрала ее подальше, решила не пользоваться. Иногда я экономлю на спичках и соли. В принципе, я соль не люблю, а спички так иногда. А как вы экономите на спичках? Ну как, ничего не поджигаю, разве не знаете? Некоторые наши собеседники поведали нам, что нашли альтернативные методы и теперь советуют всем рационально потреблять электроэнергию. Купила экономичные лампы, и там, где у нас 3-4, ставлю только одну. Вот так я и пытаюсь экономить. Да, всем нам нужно это делать. Специалисты утверждают, что для экономии электроэнергии следует учитывать некоторые детали, казалось бы, довольно простые, но имеющие большое значение. Например, при выборе, скажем, утюга, надо обращать внимание на энергетическую маркировку. Лучше отдавать предпочтение классам А3 с тремя плюсами, А с двумя плюсами. Это свидетельствует о высокой производительности определенного рецептора. И в быту есть определенные правила, которые специалисты рекомендуют соблюдать. Например, электрочайник. Важно кипятить то количество воды, которое нам необходимо, потому что количество энергии, потребляемой чайником, прямо пропорционально количеству воды, которую мы кипятим. Также полезно знать, что энергия, потребляемая стиральной машинкой, на самом деле не зависит от ее загрузки. В то же время, чтобы сэкономить больше, следует выбирать программы стирки при низких температурах, если это возможно. А если речь идет о холодильнике, то его нужно устанавливать на расстоянии 10 сантиметров от стены, чтобы теплообменник имел определенный КПД. И, конечно же, следует отправлять в холодильник лишь остывшую еду. В остальном, говорят специалисты, если мы не пользуемся электроприборами, их нужно выключать из сети. Но наиболее подходящей мерой будет установка фотоэлектрических электростанций, ведь срок окупаемости инвестиций составляет менее 7 лет.